Виталий, приветствую тебя! Очередная встреча, соответственно, уже последнюю неделю уходящего года. Понимаем, что рынки сейчас закрыты, но мы с тобой обычно даем прогнозы среднесрочного характера. Несколько все-таки полноценных торговых сессий будет до конца недели, и мы вправе рассчитывать все-таки на какое-то новогоднее ралли, если можно так сказать, ралли Санта-Клауса, хотя по отдельным финансовым активам оно уже произошло и довольно существенно, достаточно посмотреть на пару доллар-иена, на американский фондовый рынок, в общем, движения были. Но я допускаю, что на низкой ликвидности какой-нибудь сюрприз рынок может нам еще выкинуть в последние дни уходящего года. Нужно быть бдительными, следить за тем, что происходит, контролировать риски, в общем, как и всегда. Я сегодня предлагаю так крупными мазками целенуть на ситуацию с индексом доллара, ну, по крайней мере, со своей стороны. У меня есть несколько инструментов, за которыми я слежу. Это индекс доллара, золото, нефть, и как раз скажу пару слов про пару доллар-иена. Давай к демонстрации экрана. Спешить, в принципе, с демонстрации экрана можно и не спешить, как таковой, поскольку рынок стоит на месте. Виталий, демонстрация пошла уже, да? Да. Отлично. 104 пункта по индексу доллара, это как мы закрылись на прошлой неделе, 104 пункта. Уровень, который держится, вроде бы как, глядя на него, ничего в нем примечательного нету, даже какие-то и цифры не круглые, не красивые. Но стоит отдать ему должное, потому что эта планка выстояла даже еще после заседания американского регулятора, по сути, уже две недели назад, что лично мне подсвечивает этот уровень, как тот самый, пробить который, прорваться ниже которого продавца будет довольно-таки сложно. Я серьезно рассчитываю, что все-таки либо в оставшееся время этого года, либо в начале следующего года мы можем увидеть возвращение некоторых покупок к этому инструменту и, соответственно, возвращение покупателей, что может потенциально поддержать рост индекса доллара, учитывая, что ФРС все-таки остается пока что приверженцем той политики, которую он ранее проводил. Не нужно выдумывать там причину относительно того, что ФРС откажется от жесткой монетарной политики. Он, безусловно, откажется, но не сейчас, когда инфляция по-прежнему остается крайне высокой. Я полагаю, что вот в ближайшие торговые сессии, если еще положиться на такой исторический опыт последних лет, 4-5 уж точно, январь был результативным для курса американского доллара. Вполне возможно, что ситуация может повториться и сейчас. А если говорить о долгосрочных ожиданиях, вот как раз сегодня я на своем вебинаре буду рассказывать про, если эту тему выберут как номер один, потому что я предлагаю несколько тем на выборы, и та, которая пользуется наибольшим спросом, я ее освещаю. Если сегодня, опять же, в ходе голосования в нашем телеканале будет выбрана тема перспективы доллара на 2023 год, я, опять же, сейчас чуть-чуть забегая вперед, хочу обозначить, что, скорее всего, будут держать лонги до марта 2023 года с учетом того фундамента, который есть вот на текущий момент. И надеюсь, что индекс доллара к этому моменту все-таки будет еще дороже. Вот ты, как человек, который довольно детализированно следит за фундаментальным фоном, веришь ли ты, Виталий, что экономику мировую ждет финансово-экономический кризис в 2023 году? Я думаю, что, ну, с точки зрения рецессии, вот как многие прогнозируют, что просто так сам факт борьбы с высокой инфляцией не пройдет бесследно. И центральные банки, конечно же, повышая ставку, может быть, и преследовали цель борьбы с инфляцией, но наломали дров, и после определенного временного лага вот негативные последствия догонят экономики, спровоцируют спад экономический, и может напомнить нам, почему иногда рынки могут быть крайне медвежьи. Ты разделяешь такую точку зрения? Ну, так скажем, если кто нас смотрит уже последние, условно, последние два года, я, скажем, такой мистер апокалипсис, да, то есть я уже давно об этом говорю, что я жду, скажем, не то что кризиса, а такой достаточно сильной такой депрессии на рынке. Во-первых, ну, если посмотреть на реальный рынок экономики, то мы там уже давно находимся, скажем, кто занимается бизнесом, допустим, с наших, кто нас смотрит, кто занимается бизнесом, он это уже видит на себе, реально, да, кто смотрит, так скажем, на рынок, ну, видим, рынок тоже стагнирует, если взять рынок акций фондовых в США, рынок Китая, там рынок ушел на коррекцию, если брать S&P 520%, если взять некоторые акции крупные, там, условно, взять Facebook, это топ-топ акция номер один, она там более 50% коррекции, взять Tesla, тоже падаем, и другие-другие-другие акции, то есть если на рынке акций, там давно кризис начался очень сильный, и в реальном секторе он тоже начался, если посмотреть на все показатели, конечно, там не рисованные какие-то, как рисуют, да, вот на реальные показатели P&P, скажем, подгрузки грузов Балтимор, да, в США, поэтому 2022 он уже в кризисе, 2023 там я жду увеличения этого кризиса, плюс вот ты отметил по поводу инфляции, что она, скажем, инфляция, повышение ставок, она влияет, конечно, очень сильно, и повышение ставок, оно не остановится, даже то, что мы, инфляция немножко замедлилась, да, как мы видим, и она замедлится еще дальше, но они хотят, чтобы инфляция упала там хотя бы в район там 2-3, ну 5 процентов, и они будут дальше повышать в следующем году ставки, это будет бить на реальный рынок, на финансовый рынок, плюс не забываем о санкциях, да, санкции на сегодня, вот если посмотреть со стороны Европы, Европа наложила санкции, скажем, на нефтяной и газовый рынок, это бьет, во-первых, по Европе очень сильно, по экономике Европы, она уже ударила, а в следующем году еще сильнее ударит, а это влияет также на рынок Китая, потому что Китай, он завязан с Европой, да, экономически, то есть Китай продает товары в Европу, Европа что-то продает, и, скажем, это затрагивает и Китаю вот эти моменты, поэтому 2023 год, он будет очень-очень сложным, поэтому я жду, да, я жду глобально, если конкретно смотреть на финансовый рынок, я жду серьезного обвала по S&P 500. Конечно, мы будем находить какие-то точки ввода, потому что рынок возможен, он там через какие-то коррекции падать, а возможно не будет падать, то есть мы знаем, рынок финансовый это такая штука, да, может все плохо, он может там расти три месяца так, что выносить маржин колы на счетах делать, поэтому по мере возможности мы будем, скажем, я буду там раз, два, три раза в неделю выступать, на канале Маркетс, на своем канале, я, скажем, какие-то свое видения буду говорить по рынку. Я согласен с тем, что времена грядут непростые, они, в принципе, уже непростые весь 2022 год, и, скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас накоплено, вот это наследие крайне жуткое 2022 года, оно переходит в 2023 год. Последние новости из Китая вовсе шокируют, из-за того, что у них происходит с ковидом, вроде бы как тема давно уже, как бы события прожитых месяцев в прошлом, но с прежней силой, какие-то жуткие показатели по динамике количества роста заболевших. Сегодня намного пабликов подписаны в Телеграме, какие-то страшные видео там постят, именно про то, как конвертируются заболевшие в летальные исходы. Ну, я надеюсь, что, может быть, все это там преувеличено в плане того, как СМИ зачастую преподносят информацию. Ну, если там есть хотя бы долик правды, то, конечно же, Китай может стать таким серьезным якорем для всей мировой экономики, учитывая то, что эта эпидемиологическая ситуация придет к еще большему ухудшению общей мировой экономической конъюнтуры. Так, ну ладно, давайте к другим активам перейдем. Золото. 1797 долларов за трость конца, ну, скажем так, в районе 1800 мы закрыли прошлую неделю. И я здесь сторонник того, что золото как раз будет расти как в косрочной, так и в долгосрочной перспективе. Рассчитывая на то, что в 2023 году оно точно может подорожать до 2000 и выше. Ну, это, опять же, сценарий, который вполне реальный, но учитывая мой такой же медвежий прогноз по фонду, рынку. По золоту сейчас трудно зацепиться за какой-то фундаментальный фон и сказать, что вот сейчас он точно будет позитивным для рынка нефти, потому что этот фон связан с геополитикой, геополитическими рисками, экономическими. Ну, они все были в 2022 году, а мы особо этого ралли и не увидели восходящего. Я сейчас смотрю просто на действия институционалов. У нас есть возможность сделать это на основании отчета Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. На индекс рыночных настроений это так и ритейл. Трейдеры, чтобы оценить их активность покупок и продаж. И в целом институционалы сейчас активно наращивают ланги. Трактовать нужно это как то, что нужно прицепом действовать вместе с ними. А вот в плане ритейл-трейдеров нужно торговать против толпы. В данном случае толпа сейчас шортит, и золото удерживает позиции в районе 1800 долларов за тройскую унцию. Я думаю, что до конца этой недели, когда торги возобновятся, золото может попробовать все-таки прорваться снова выше 1810 долларов за тройскую унцию. Как раз на низкой ликвидности и на том, что в таких условиях недостаточной ликвидности, скажем так, сессии могут быть крайне влатильными. Поэтому я оптимист и считаю, что кому импонирует такая точка зрения, золото можно покупать хоть с текущих уровней. Рынок нефти затронутый тему санкционной политики, ограничений, которые действуют от эмбарго и заканчивая потолком цен уже и на нефть, и на газ. Это все вносит свой вклад в ту позитивную динамику, которая уже развивается. Но из-за Китая все-таки я бы сейчас не торопился заладить длинные позиции, потому что прежде чем, может быть, мы окончательно развернемся, рынок нефти может обновить еще и локальные минимумы. А то, что нефть может быстро терять стоимость, мы убедились уже неоднократно. По 10% за нескольких торговых сессий вверх-вниз нефть легко ходит. Но в целом я долгосрочно ориентированный покупатель по нефтянке, но сейчас бы рекомендовал все-таки держаться подальше от этого рынка и ждать более интересных точек входа ниже 80 долларов за баррель. И пара доллар-иена. Такой глобальный нисходящий тренд, основу которого ранее заложил Банк Японии в содружестве с Минфином из-за валютных интервенций, потом еще помогла паре слабость американской валюты, а сейчас еще и пересмотр денежной кредитной политики, который начался с коррекции диапазона торговли облигаций японских. И все это может закончиться уже конкретными действиями по повышению ключевой процентной ставки. И я думаю, что Банк Японии пора уже повышать ставку, учитывая, что дефляционных рисков уже давно нет, а инфляция в районе 3-8% в Японии. Соответственно, какие ожидания по паре доллар-иен? Я думаю, что тест поддержки и движения ниже 130 – это вопросы ближайших торговых сессий. Я рекомендую смотреть как раз на уровень 133-134, вот диапазон, он указан даже такой голубым квадратом здесь, чтобы открывать долгосрочные шарты с целями пробоя. 130 иен за доллар и потенциально даже движение ниже. По остальным активам пока без идей. Ну и я думаю, что в целом и этих инструментов достаточно. Виталий, слово тебе. Так, демонстрацию вижу, в принципе, уже. Ну, давайте пройдемся по рынку. Так, хочу напомнить, что, как я в прошлый раз говорил, когда мы общались, довольно интересно получилось. Я давал рекомендацию по S&P 500 в шорт, да, то есть это было вот здесь. Давал ее на снижение. Но также отметил, что нужно следить за моим YouTube-каналом, потому что если ситуация будет меняться или будут какие-то уточняющие анализы, я буду об этом информировать по мере возможности движения, скажем, каких-то инструментов. Так как, скажем, те возможности, которые есть по понедельникам, условно, не всегда понятно, куда рынок хочет двигаться. В понедельник, возможно, там утром я вижу рынок так, закрытие понедельника или вторника говорить об обратном, об обратном движении. Поэтому, когда мы с тобой в прошлый раз общались, это было вот на этом месте, я говорил движение вниз, но я не видел в понедельник, как закрыться день. А день закрылся под самый максимум, и я на своем YouTube-канале, вот это то видео, которое мы в понедельник записывали утром, я выложил себя на YouTube-канале, и вечером сразу, вечером сразу где-то в часов 10-11, я выложил уточняющий, я его еще так назвал, экстренный выпуск по рынкам, да, так как рынок закрылся по-другому, я дал другую рекомендацию торговую на покупку индекса S&P 500 на обновление максимумов, которые у нас были локальными, да. То есть вот у нас на обновление вот этих максимумов. Мы их обновили, то есть здесь движение было достаточно мощное, там на новостях по инфляции, плюс, кстати, там были еще некоторые тонкости по инфляции, если кто знает, кто следил за рынком, до наступления данных по инфляции, там за минуту, за две где-то примерно, рынок уже начал делать реакцию движения наверх, то есть у кого-то был инсайт, да. Дальше что было? После закрытия вот этой дневочки, видим, она закрылась ниже уровня, я на своем YouTube-канале через два дня, вот сразу вот здесь записал аналогично уточняющий новый анализ S&P 500, новую рекомендацию на снижение, да. То есть были такие два достаточно хорошие уточняющие анализы, спекулятивные на торговлю по S&P 500. Здесь отработались локально наверх, здесь достаточно неплохо в шорт, я называл цели там вот этот минимум и 1.38.00. Мы эти две цели сделали. Поэтому по возможности подписывайтесь на мой YouTube-канал, вот мы с Артемом по возможности будем выпускать по понедельникам, скажем, анализ рынка, рекомендации, но если будет уточняющийся анализ какой-то, или мне в понедельник, я так и скажу, ситуация конкретно непонятная, я по возможности, скажем, не всегда, но по возможности сниму, скажем, анализ рынок и дам какие-то торговые рекомендации. А так, на текущий момент по рынку, что бы я хотел добавить, индекс доллара или евро-доллара? Давай я евро-доллар рассмотрю. Он практически зеркальный индекс доллара, что самое интересное на прошлой неделе было по рынку, по валютному. Индекс доллара и евро-доллар, они практически одинаково двигались, но другие мажорные пары, условно, фунт-доллар, австралийский доллар, новозеландский доллар, они, скажем, двигались на укрепление доллара. А вот евро-доллар и индекс доллара, они стояли на месте практически. Достаточно было так забавно, потому что это немножко сбивало с толку. Я видел там шорт фунт-доллара, шорт австралийского доллара, а вот евро и индекс доллара я видел тоже снижение. Поэтому на текущий момент у меня такое мнение по рынку. По евро-доллару пока мы находимся выше уровня поддержки в районе 1.05, скажем, 1.05.75. Я по евро-доллару пока покупатель. Вижу его на возможное обновление максимума, которые были в прошлом месяце. Скажем, не в прошлый месяц, а в текущем этот месяц еще не закончился. Обновление 1.07.35. Ну и возможно выше, там уже по факту будем смотреть. Только после закрепления ниже прошлой недельных минимума, в районе 1.05.75, я, скажем, перевернусь с покупателя в продавца, шортиста, точнее евро-доллара. Аналогично это касается индекса доллара, если смотреть. У нас он тоже зажат в такой проторговке боковике. И у нас ключевой уровень сопротивления это 104.50. Вот пока мы ниже этого уровня, я шортист. Мы здесь торгуемся в двух достаточно мощных импульсах. Вот здесь на новостях был один импульс, и второй был на прошлой неделе. И пока мы ниже 104.50, я шортист на обновление уровня 103.50. Вот пробьем 104.50, тогда я буду с тобой покупать индекс доллара коррекционно, где-то в район 106-107, возможно, выше, там уже по факту будем смотреть. Здесь присутствует достаточно мощная дивергенция на дневном графике и на 4-х часовиках, ее видно здесь. Поэтому, возможно, я ошибаюсь в шортах, но пока технически так выглядит. Плюс, что странно, если смотрите фунт-доллар, он всю прошлую неделю падал, имел, скажем, понижающуюся локальную тенденцию. Другие инструменты аналогичны. А вот индекс доллара и евро, он практически был в боковике. Поэтому вот так у меня. Пока евро лонг выше ключевого уровня, ситуация изменится. В принципе, я дал ключевые уровни, сами можете смотреть по ним. Если что-то изменится, я, скажем, сниму что-то на YouTube-канале или дам в Telegram-канале свое. Что касается золота, здесь есть какие-то признаки, возможно, коррекционного движения вниз, но пока они слабенькие. В принципе, согласен с тобой за среднесрочные движения вверх. В район там 2000, возможно, ну, 1900, вот такие первые цели. Но вопрос, будет ли оно с текущих или через какую-то коррекцию в район 1700 и так далее. То есть это уже по факту будем следующий год смотреть. Что касается, вот хотел рассмотреть рынок криптовалют, были там запросы, скажем, не делаю там по биткоину, иногда делаю, иногда нет. На текущий момент у нас достаточно сильный нисходящий тренд вниз по данному инструменту. Я ранее был в начале месяца покупателем, потом перевернулся в шаркиста по рынку криптовалют. На текущий момент возможно, скажем, коррекционное движение наверх. Пока мы находимся выше, так скажем, примерно выше 16500, точнее 16500 условно, да. Возможно, там движение в район 17500, 18500. Ну, по факту будем смотреть. Видим, что немножко агрессивно откупает в этой зоне ценовой, да. И, возможно, у нас продлится какое-то коррекционное движение наверх. Ну, глобально я пока за шарты, скажем, если здесь ситуация будет меняться, вот посмотрим, рынок зашевлится там где-то ближе к среде четвергу, завтра еще Европа немножко отдыхает, Америка более агрессивно открывается, думаю, среда четверга, и пятница будут там трейдеры пытаться дозаработать, скажем, кто не успел в текущем году заработать. Поэтому, если ситуация также будет меняться, как и по евро-доллару, будем пробивать вот эти локальные минимумы, закрываться, скажем, по медвежьему, да, там какие-то будут проливы вниз, то, понятно, ситуация будет меняться. Но пока возможно спекулятивно рассматривать покупки. Ну, там по другим инструментам, в принципе, нефть тоже там пока локально смотрится вверх. Ну, и СМП-500 видимо в пятницу так немножко откупили. Возможно, здесь вот мы как раз вот, если смотреть вот это движение, которое было вверх, трендовое, да, в прошлые два месяца. У нас сейчас произошла коррекция, возможно, это не коррекция зарождения нового тренда. Мы как раз откорректировали 50%. Присматриваются какие-то покупочки по данному индексу. выше уровня 38, так скажем, пока мы находимся. Возможность спекулятивной покупки. Тоже нужно смотреть, что мы дальше будем. Если будем ломать картинку ниже 38 или там повыше, тоже буду свое мнение менять. Поэтому нужно следить за уточняющим анализом, так как рынок, скажем, не дает полной картинки. Можно. Поэтому подытожим. покупка евро, покупка крипты, S&P, скажем, возможная покупка, достаточно осторожная. Отмена сценария, как я уже назвал, пробой ключевых уровней. И дальше будем смотреть на возможное укрепление доллара, если пробьем эти уровни. Спасибо, Италий. Какие-то среднесрочные планы уже по факту будем говорить дальше. В новом году возможно. Да. Спасибо тебе за твой прогноз, сделки, рекомендации. Что? Остается следить. Мало времени остается в этом году. Тебе тоже хорошо, успешно закрыть этот год. Ну и пользуясь случаем, конечно же, хочу поздравить с наступающими праздниками. Хорошо их провести. И на следующей неделе уже жду тебя с прежними силами к нашему традиционному анализу для того, чтобы держать всех в курсе. Новый год, новые возможности, новые движения. И наша с тобой задача, Виталий, подсказывается, где можно урвать хороший потенциал хоть сделка. Спасибо тебе еще раз за то, что в течение всего года поддерживал контент, он всегда находил время на эфиры. И надеюсь, что эта практика добрая продолжится и дальше. Спасибо, аналогично. Всем взаимно, всем наступающим, скажем, Новым годом. И в новом текущем году, скажем, будем давать новые торговые рекомендации. Обязательно соблюдать риск-менеджмент. Это самое главное, что удерживает трейдера на плаву. Да, можно там несколько раз ошибиться, но, скажем, при хороших каких-то торговых сделках можно отбить минус и заработать на рынке. Спасибо тебе, Виталий, еще раз и до скорых встреч. Пока. Все, пока, удачи.